Всем привет, с вами канал Технообзор. Сегодня вашему вниманию я представляю обновленный рейтинг лучших смартфонов в 2022 году. Буду благодарен вашей критике, лайку и подписке. Ссылки на все смартфоны я оставлю в описании, ну и приятного просмотра. Poco F3 это полноценный флагманский смартфон, который составляет огромную конкуренцию на рынке. Компания Xiaomi удалось достичь огромных высот, объединив в Poco F3 высочайшую производительность при ограниченном бюджете. Бренд гордо именует такие устройства убийцами флагманов, но так ли это на самом деле? Давайте разберемся и начнем с дизайна. Первое, что бросается в глаза это то, что он намного тоньше, чем большинство современных смартфонов Xiaomi. Пекинский производитель сохранил толщину всего в 7,8 мм, а вес в 196 грамм. С учетом габаритов аппарата использовать его одной рукой достаточно затруднительно, но в целом же Poco F3 очень гармонично ложится в ладонь, опять же из-за толщины. Задняя панель девайса очень схожа на Mi 11. Xiaomi вообще взял этот дизайн на вооружение, а потому подавляющее количество телефонов компании выглядит примерно одинаково. Модуль камеры имеет прямоугольную форму и логотип Poco. Интересно, что это один из тех смартфонов, в котором цветовой вариант играет роль при использовании гаджета без чехла. С обеих сторон аппарат покрыт стеклом Gorilla Glass 5. Ну а вот дисплей по праву можно считать самым масштабным обновлением со времен Poco F2 Pro. Здесь используется 6,67 дюймовая OLED панель с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц. Он имеет пиковую яркость 1300 нит и поддерживает HDR10+. Высокая пиковая яркость сделает использование PocoFone F3 на открытом воздухе максимально комфортным. При активной опции авторегулировки яркости контент на экране отлично виден, а текст читабелен. Пользователю на выбор доступны два режима работы экрана, 60 и 120 Гц. Первый статичный, он остается неизменным в любых сценариях, тогда как второй адаптивный. Устройство поставляется с премиум чипсетом Qualcomm Snapdragon 870. В совокупности с одним из самых мощных видеоадаптеров Adreno 650, Snapdragon 870 по праву занимает вторую строчку в рейтинге самых производительных мобильных чипов. Уступает только Snapdragon 888. Аппарат выпускается в конфигурациях на 6 или 8 ГБ ОЗУ формата LPDDR5 в сочетании с 128 или 256 ГБ высокоскоростного хранилища UFS 3.1. Эта однокристальная платформа справляется с повседневными задачами, даже не замечая их. Многозадачность, игры или потоковая передача контента – все без проблем. В процессе гейминга смартфон становился теплее, но точно не горячим. Удобные габариты телефона положительно сказываются на длительном использовании. POCO F3 оснащается аккумулятором емкостью 4520 мАч. Это, конечно, не шибко много по нынешним стандартам, но показатель держится на одном уровне с другими аппаратами ценового сегмента. Смартфон в черном цвете красив. Он стильно смотрится без всяких вызывающих надписей, которые присущи серебристой окраске. Realme 8 имеет стандартный форм-фактор для современных смартфонов, не особо выделяясь по внешности. Сверху расположился блок камер, состоящий из четырех модулей и светодиодной вспышки. Заднюю пластиковую крышку украшает только надпись Realme в нижнем левом углу. Спереди смартфон имеет Super AMOLED дисплей диагональю 6,4 дюйма, а он прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3. И из коробки на него наклеена пленка. Панель у Realme на голову выше той, что использовала в своем продукте Xiaomi. Здесь есть DC Dimming, и даже без него уровень шима приемлемый. Ну и цветопередача более правильна, нежели у Xiaomi. А вот в чем Realme действительно сделала шаг назад с этой AMOLED матрицей, так это в чистоте обновления экрана. Впервые с Realme 5 основная номерная модель получила 60 Гц панель. Видимо сочетание повышенной частоты обновления и органических светодиодов припасли для Realme 9, или даже еще более поздних девайсов. Стерео нет, в воспроизведении музыки участвует только один нижний динамик. Зато есть стройный лоток, то есть можно одновременно использовать две наносим-карты и карту памяти формата microSD. Аппаратная платформа у Realme 8 осталась без изменений. Чипсет Helio G95. Это самый мощный кристалл в семействе Helio. Выше него только Dimensity. Объем постоянной памяти составляет 128 ГБ, оперативки может быть 4, 6 или 8. В России есть только средний вариант с 6 ГБ ОЗУ. Чипсет в смартфоне настроен так, чтобы сильно не греться. И несмотря на это, троттлинг весьма незначительный. Встроенный аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, и благодаря хорошей AMOLED панели эти 5000 мАч раскрываются на полную силу. За 2 часа показа видео с YouTube телефон потерял всего 11%. В реальности можно рассчитывать примерно на 8 часов экрана без подзарядки, а это конечно классный результат. Realme 8 крепкий среднебюджетник с неплохой камерой, NFC, длительным временем автономной работы и хорошим AMOLED экраном. И именно последний фактор может сделать Realme 8 кандидатом на покупку. Ведь из органических светодиодных конкурентов у него только Galaxy A32 с относительно слабым процессором и Redmi Note 10 с таким себе дисплеем и без NFC. Realme GT Neo 2. Устройство относится к сегменту игровых смартфонов среднего класса и обладает множеством привлекательных функций. Новый Realme GT Neo 2 имеет необычный дизайн и расцветки. Задняя часть смартфона отделана высококачественным стеклом. Все это очень красиво выглядит и придает смартфону свой уникальный модный дизайн. На лицевой части Realme GT Neo 2 расположен 6,62 дюймовый AMOLED экран. В его верхнем левом углу находится отверстие для 16-мегапиксельной селфи камеры. Боковые рамки вокруг дисплея достаточно тонкие и только нижняя немного потолще. На правой грани смартфона находится кнопка питания. Она не содержит сканер отпечатков пальцев, так как он встроен в экран смартфона. По габаритам Realme GT Neo 2 довольно большой смартфон. Его размеры составляют 163х76х9 мм, а вес около 200 грамм. Смартфон удобно и приятно держать в руке, но будьте осторожны. Задняя крышка сделана из стекла и хотя 4 вертикальные полосы придут ощущение шероховатости, все же лучше надеть силиконовый чехол. Тем более, что чехол уже есть в комплектации смартфона. Экран нового смартфона преподносит много хороших сюрпризов, которые значительно улучшают качество картинки. Здесь производитель установил 6,62-дюймовый AMOLED-экран с высококлассной панелью Samsung E4. Он имеет разрешение 2400 на 1080 точек, а то есть Full HD+, плотность пикселей 397 ppi и частоту обновления 120 Гц. Сверху экран защищен стеклом Gorilla Glass 5. Кроме того, экран поддерживает функции затемнения постоянного тока и режим защиты глаз. Что касается производительности, Realme GT Neo 2 оборудован флагманским восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 870. Он изготовлен по 7-нанометровому техпроцессу. За графику отвечает чип Adreno 650. Также смартфон имеет 4 конфигурации памяти. Это 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти хранения. 8 ГБ ОЗУ и 128 памяти. И 8 256. Ну и самая жирная комплектация 12 256 памяти хранения. Чтобы улучшить игровую производительность, в смартфоне используются технологии виртуальной оперативной памяти с максимальным дополнительным уровнем до 7 ГБ. Это технология, когда смартфон при нехватке оперативной памяти берет кусочек из быстрого внутреннего хранилища, позволяя расширить тем самым ОЗУ. Кроме того, система охлаждения смартфона обрабатывает на отлично, не допуская сильного нагрева аппарата. Работа смартфона плавная и стабильная, даже при долгом использовании с высокой нагрузкой. Переимущество в производительности очень заметно. Еще смартфон имеет два динамика со звуком Dolby Atmos, поддержку двух сим-карт, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB Type-C и предустановленный интерфейс Realme UI 2.0 на базе Android 11. Ну и под капотом находятся двухэлементные батареи емкостью 5000 мАч. OnePlus 9 Pro показал нам, что у компании есть все возможности для предоставления пользователям всего лучшего, что у нее есть на данный момент. OnePlus 9 демонстрирует такой же подход при более низкой цене. Теперь у нас есть и OnePlus 9R, который позиционируется как самый недорогой смартфон в линейке и стоит на 135 долларов дешевле, чем OnePlus 9. OnePlus 9R имеет те же черты дизайна, что и остальная линейка OnePlus 9. В том числе к нему относится новый блок камер, который заметно выделяет основной и широкоугольные объективы, а также макро- и монохромные модули, которые находятся под ними. Изюминкой здесь является плоский дисплей. У OnePlus 9 Pro он обладает изогнутыми краями, в то время как у обычного OnePlus 9 и 9R он плоский. Задняя панель сделана из стекла с полимерной рамкой, и лицевая и задняя панели смартфона защищены Gorilla Glass 5. Стекло на задней панели плавно переходит в раму смартфона, что придает ему ощущение тонкости. 9R имеет те же размеры, что и 8T, и весит 189 грамм, поэтому он не кажется громоздким при повседневном использовании. Дисплей в аппарате точно такой же, как и в версии 8T. 6,55 дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, а частота обновления достигает 120 Гц. Вы можете выбирать частоту обновления между 60 и 120 Гц, и в целом дисплей поддается детальной настройке. Например, вы можете регулировать калибровку экрана и цветовые профили, а также настраивать баланс белого. OnePlus 9R поддерживает автоматическую оптимизацию цветов для видео, но в нем отсутствует технология улучшения качества картинки с помощью искусственного интеллекта, а также технологии MEMS, делающие анимацию более плавными. Эти функции доступны только в OnePlus 9 и 9 Pro. Качество дисплея у 9R фантастическое. Это заметно в правильной передаче цвета и яркости. Она достигает 1100 нит для контента HDR10+. Она достигает 1100 нит для контента HDR10+. Как и в 8T, OnePlus 9R обладает стереодинамиками. И, наконец-то, можно нормально смотреть видосы с устроенной акустикой смартфона. В OnePlus 9R установлен Snapdragon 870. Процессор легко справится со всеми задачами, которые вы можете предложить. Что касается беспроводных возможностей, смартфон обладает Wi-Fi 6, S2 и 2 MIMO, Bluetooth 5.1, аудиокодеками A5X HD и LDAC, ну и NFC. OnePlus 9R оснащен тем же сканером отпечатка пальцев на экране, что и 8T. Он быстрый и надежный в повседневном использовании. Также, помимо него, есть функция разблокировки по лицу. Она не такая безопасная, как сканер отпечатка пальцев, но зато гораздо быстрее. Мне не совсем понятен смысл появления OnePlus 9R на свет. У нас все еще есть отличный OnePlus 8T, который не потерял актуальности, как в плане производительности, так и в плане дизайна. Все, что может предложить 9R, это новый блок камер и чуть более мощный процессор. Как в случае с характеристиками, нет ничего нового и в плане ПО. Смартфон не обладает уникальными фишками, а крупные обновления будут приходить столько же, сколько и для 8T. Так что здесь выбирает каждый то, что ему больше нравится. Этот смартфон красивый. Не уникальный, не потрясающий, но красивый. Передняя и задняя части выполнены из стекла Corning Gorilla Glass 5, но о том, что это не флагман, говорят пластиковые рамки. Справедливости ради стоит сказать, что после того, как вы поместите его в чехол, то этот нюанс отойдет на второй план. Здесь оставили фирменный для OnePlus переключатель режимов звука. На нижнем торце есть разъем для зарядки, но нет разъема для наушников. Симулоток также расположился на нижней грани, и он может принять одновременно две сим-карты. Но места для карты памяти нет. По сравнению с первым поколением, изменения по дисплею минимальны. Здесь, как и раньше, Fluid AMOLED. Поддержка частоты обновления 90 Гц. Также заявлена поддержка HDR10+. Диагональ экрана уменьшилась на 0,1 дюйма, и теперь составляет 6,43 дюйма. Разрешение Full HD+. В настройках вы можете подогнать под себя цветовую температуру, сделать экран теплее, чтобы удобно было читать. Также можно выбирать стили оформления Always-On Display, и анимацию для сканера отпечатка пальцев, который здесь под экраном и срабатывает очень быстро. В предыдущей версии Nord был процессор Snapdragon 765G, но тут решили поставить не Snapdragon, а Mediatek. И не 765G, а Dimensity 1200. Это мощный чип, и уже вряд ли кто-то будет говорить, что Mediatek такое. Потому что даже синтетические тесты говорят о том, что это отличные чипы, которые в некоторых параметрах даже лучше чипов от Qualcomm. Если сравнивать мощность, то этот чип находится на уровне Snapdragon 870. Смартфон имеет такие конфигурации памяти, 828 и 12256. Понятно то, что смартфон фактически не нагревается, даже если вы интенсивно с ним работаете в играх или каких-либо других приложениях. В целом, железо OnePlus Nord 2 будет актуально в течение нескольких следующих лет. Аппарат из коробки работает на Android 11 с оболочкой Oxygen OS. В плане автономности, этот красавец точно не уступает флагманам, потому что имеет батарею на 4500 мАч. Но не это главное, а то, что она в среднем от 0 до 100% заряжается за 30-35 минут. Но это возможно только с фирменным адаптером и с комплектным кабелем. Смартфон поддерживает Wi-Fi 6. Здесь есть модуль Bluetooth 5.2 и поддержка кодека aptX HD. Есть NFC для бесконтактных оплат. Отдельно стоит отметить качественные стереодинамики. OnePlus этим аппаратом изо всех сил пытается вернуть себе славу убийцы флагманов. И стоит сказать, что это устройство имеет право замахнуться на такое звание. Здесь стеклянный корпус, чрезвычайно быстрая зарядка, хорошая камера, фирменный переключатель режимов, мощный процессор и быстрая память. Все говорят, что iPhone 12 mini это уменьшенный iPhone 12. И это правда, но с двумя нюансами. Во-первых, размер блока камер у них одинаковый, поэтому у 12 mini он занимает больше процентов площади задней поверхности. И зрительно это производит впечатление более крупного модуля. И во-вторых, когда смартфон берешь в руки, первая возникающая ассоциация, даже не с iPhone 12, а с iPhone 5 5s, которому установили стеклянную заднюю крышку наподобие iPhone 4 4s. Второй момент, рамки вокруг экрана небольшие и одинаковые со всех сторон, но при этом они лишь совсем чуть-чуть меньше, чем у огромного iPhone 12 Pro Max. А размер челки, где фронтальная камера и датчики точно такой же. В итоге соотношение полезной площади передней панели и той, кто занято рамками и челкой, не в пользу iPhone 12 mini. Но со временем привыкаешь. iPhone 12 mini это безальтернативный вариант для тех, кто хочет приобрести компактный, с экраном меньше 5,5 дюйма, флагман или почти флагман. Качество материалов и сборки превосходное. Прочность корпуса выше всяческих похвал. Спартфон не прогибается и не продавливается вовнутрь ни в одном месте и даже не похрустывает при применении усилия. Все детали корпуса плотно подогнаны друг к другу и зазоров нет. Модель обладает защитой от попадания пыли и влаги внутри корпуса по стандарту IP68. Согласно Apple, смартфон выдержит погружение в воду на глубину до 6 метров на 30 минут. В плане оснащения iPhone 12 mini аналогичен стандартному iPhone 12. Для зарядки и подключения к компьютеру используется разъем Lightning. Как и прочие представители линейки 2020 года, iPhone 12 mini получил коннектор MagSafe, который позволяет крепить к смартфону аксессуары при помощи группы магнитов на тыльной панели. Для взаимодействия с сетями ближнего действия предназначены модули Bluetooth 5.1 и NFC. Последние используются для системы бесконтактных платежей Apple Pay и по-прежнему работают только в режиме считывания. Диакональ дисплея iPhone 12 mini составляет 5,4 дюйма, а разрешение 2340 на 1080 пикселей. Плотность составляет 477 точек на дюйм, за счет чего картинка гладкая и четкая. Яркость составляет 625 кандел. Дисплей поддерживает стандарты HDR10 и Dolby Vision за счет использования OLED-матрицы. Черный цвет отображается максимально глубоким, а значит контрастность очень высокая. Для iPhone 12 mini компания Apple использовала собственный чипсет A14 Bionic, который дополнен 4 гигабайтами оперативной памяти. Процессорная производительность у него такая же, как и у старших моделей, несмотря на более компактный корпус. Встроенная графика в чипсете A14 Bionic обладает высоким уровнем производительности среди актуальных решений подобного рода. Поэтому любые игры, программы и приложения смартфон кушает на ура. Своим существованием Apple iPhone 12 mini доказывает, что качественный топовый смартфон совершенно не обязательно должен быть огромным. Тем не менее, из-за малой диагонали и ограниченных размеров корпуса, производителю пришлось пойти на некоторые компромиссы. Емкость батареи в итоге довольно мала. Несмотря на этот недостаток, автономность у mini все же неплохая. Заряда хватает на один день в большинстве ситуаций. Но почему же на это место не попал iPhone 13 mini? Да потому что это просто улучшенная версия iPhone 12 mini, которая стоит дороже. Но в плане цены и качества, iPhone 12 mini вырывается точно вперед. Это более крупный и громоздкий смартфон, нежели Xiaomi Mi 11. Без версии с отделкой под кожу и без поддержки беспроводной зарядки. С экраном попроще, но с более интересной камерой. Более емкой батареей и более быстрой зарядкой. Как я уже сказал в самом начале, Xiaomi 11T Pro по сравнению с Xiaomi Mi 11 оформлен просто и незамысловато. Это достаточно кондовый, крупный, толстый, тяжелый смартфон, который больше похож на собратьев из семейства Redmi, нежели на старшего товарища. Xiaomi 11T Pro получил точно такую же лицевую панель с экраном диагональю 6,67 дюйма, в которую ближе к верхней грани посредине вторгается фронтальная камера. Отличия, впрочем, есть и на гранях. Да, тут такие же механические органы управления, длинная стандартная клавиша регулировки громкости и слегка выпуклая продолговатая кнопка включения блокировки, в которую встроен датчик отпечатков. Но сами грани выполнены из металла, тогда как в Redmi они пластиковые. Xiaomi 11T Pro очень габаритное устройство и, что закономерно, очень тяжелое, 204 грамма. Сканер отпечатков, как уже говорилось, встроен в боковую клавишу, причем маленькую, что производит к довольно большому проценту несрабатываний. Чувствительность сенсора при этом настроена нормально, случайно в кармане смартфон не разблокируется. В Xiaomi 11T Pro, судя по всему, установлен тот же дисплей, что и в Redmi Note 10 Pro. AMOLED 6,67 дюйма, 2400 на 1080 точек. Есть режим обновления с частотой 120 Гц, который, кстати, не включен по умолчанию, его надо активировать специально. Матрица хорошая, цвета не искажаются даже при экстренном отклонении взгляда от перпендикуляра, что уж там и контраст почти не меняется. Олеофобное покрытие, качественные отпечатки с экрана стереть легко. Максимальная измеренная яркость дисплея Xiaomi 11T Pro составила 567 кандел. Для OLED дисплея уровень яркости очень высокий. Шим на низком уровне яркости имеется, но не слишком значительный. Даже чувствительным к таким вещам людям можно не переживать. Qualcomm Snapdragon 888 Plus остался для Xiaomi пока эксклюзивом Mi Mix 4. Тогда как в Mi 11T Pro получил флагманскую, но вполне привычную платформу Snapdragon 888. По производительности само собой вопросов нет, зато они есть касательно охлаждения. Проблемной в этом плане системы на чипе. Xiaomi пытается справляться с проблемой быстрого перегрева аппаратной платформы при помощи программных ограничений, просто притормаживающих производительные ядра. То есть по сути за счет дополнительного троттлинга. Результат этого виден к примеру в бенчмарке Antutu, где 11T Pro проигрывает конкурентам с такой же платформой. В любом случае запас мощи здесь такой, что для всех задач даже этой урезанной платформы хватит с лихвой. Xiaomi 11T Pro получил 120-ваттное зарядное устройство, как на Mi 10 Ultra. И тут уже никаких натяжек, скорость зарядки рекордная. От нуля до сотни за 17 минут. Корпус устройства включает защитное стекло Corning Gorilla Glass 5-го поколения с обеих сторон и алюминиевую рамку. На правом торце расположился привычный для OnePlus тумблер переключения режима громкости, на нижнем SIM лоток на две карты формата nanoSIM и динамик. Стереозвук хоть и реализован полуторным методом, но играет годно. По доброй традиции AUX нет, но есть поддержка целого вороха аудиокодеков для Bluetooth. Оптический сканер отпечатка расположен близко к нижнему краю дисплея, что может быть неудобно. К скорости и точности претензий нет. Каких-либо хитрых градиентов на спинке нет, только блики от глянцевого покрытия. Дизайн фотоблока заметно отошел от традиций бренда, но я бы сказал, что выглядит он вполне неплохо. А оформление больших объективов и вовсе напоминает винтажные камеры Hasselblend. Известный шведский производитель фототехники выступает тут в роли партнера в разработке камер. 6,7 дюйма Fluid AMOLED Display с разрешением 3216 на 1440 пикселей. Радует отличной цветопередачей и частотой обновления 120 Гц. В смартфоне реализована технология LTPO, позволяющая экономить энергию на холостых обновлениях экрана. Если объяснять попроще, то если изображение на экране статично, частота отрисовки падает до 1 Гц. В настройках можно найти тонкое управление цветопередачей и ворох различных улучшайзеров для фото и видео. Однако, кое-чего полезного сюда не завезли. OnePlus 9 Pro лишен функции снижения мерцания, и это при том, что значения шим дисплея сложно назвать щадящими. В плане эргономики смартфон ощущается как классическая флагманская лопата, но не докучает излишним весом, как например Mi 11 Ultra с его керамическим корпусом. Кроме того, уверенности при ежедневном использовании добавляет наличие сертификации пылевлагозащиты IP68. Устройство не боится погружения в воду. Под капотом в OnePlus 9 Pro скрывается классический набор флагмана этого сезона. Неудержимый Snapdragon 888 с графическим чипом Adreno 660, 8 либо 12 оперативной и 28 или 256 постоянной памяти формата UFS 3.1. Как мы знаем, в разных реализациях чипсет ведет себя по-разному. Где-то молотит, несмотря на высокую температуру, а где-то сбрасывает яркость после 5 минут нагрузок и выбрасывает из бенчмарка. В получасовом троттлинг-тесте девайс показал неплохие результаты. В стандартном режиме девайс не пытается удивлять, но показывает стабильную работу. Австановность устройства неплохая, тем более, что аккумулятор емкостью 4500 мАч. Точнее, на двух аккумуляторах по 2250. Комплектный адаптер питания 65 Вт заряжает смартфон на следующих таймингах. 10% за 3 минуты, 20% за 5, 40% за 10, 75% за 20 и 100% за 33 минуты. Да, чуть медленнее, чем обещанные 29 минут, но это все равно безумно быстро. Что до автономности, несмотря на прожорливое железо, заряда всегда хватит до вечера. А в малоактивные дни, так и вовсе до обеда следующего дня. Так что, если хотите себе топовый смартфон на андроиде, то лучшим будет OnePlus 9 Pro. Ну а ссылки на все аппараты из этого рейтинга я, конечно же, оставлю в описании. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайк. Ну а с вами был канал Технообзор. Всем пока и до следующего обзора.